Всем привет, друзья! С вами Никсон. И сегодня, наконец-то, я начинаю обозревать Speed Champions под серию LEGO, в которой они выпускают лицензионные машины каких-то известных марок. И сегодня на обзоре это LEGO Speed Champions 76896 GTR Nismo. Хочу заметить то, что это перезапуск серии, который пошел с 2020 года. Перед этим, вот, были машины шириной в 6 деталей. Кстати, реклама Forza Horizon 4. Вот. С 2020 года они решили перезапустить серию, ну, вернее, линейку Speed Champions и начали делать их 8 детальными. То есть, вот. Я уже говорил в обзоре про Batmobile с Pattinson. Там они уже использовали, вроде бы, да, вот эту новую деталь. Вот так вот она выглядит. То есть, это вот такая вот основа. Вот. Она в 6 деталек, но здесь еще есть пины, и можно, получается, расширять вот эту основу. И получается так, что 8 деталей. Вот. И еще такая вот деталь, на которую ставятся колеса. То есть, она примерно как-то вот сюда вот так вот ставится. И сами колеса. Вот. Поэтому как-то вот так вот она выглядит внутри. Такс. И тем, как начну, давайте по уникальным деталям. Вот такая вот деталь капота. Это все, блин. 1 на 6. Странно, что они вообще сделали такую деталь. Оказалось бы, да, зачем, блин. Ладно. И, как видите, здесь вот такие вот диски идут, как снежинка, наверное. И далее еще вот такие вот 4 звездочки. Такс. Также, собственно, наш водила. Буквально через мгновение. Гаечный ключ. Шлем к водиле. И зацените, сколько было наклеек в наборе. Это самая большая проблема вот этих спичемпионсов. Двадцать шесть наклеек. Это просто это боль любого лего-строителя. В этом плане, конечно, мега-констрекс получше будет. Ладно. Значит, водитель наш. Зацените его костюм. Ниссан Нисмо. Прям вот эффектный костюм. Сразу понятно, что за пацанчик тут у нас. Значит, если не ошибаюсь, вот это голова главного героя из Лего Сити Андеркавер. Может быть, это и даже прическа его. Это как мультивеселенная. Или это он после того, как набросил карьеру полицейского, пошел кончиком. Вот и я покажу. Это он со шлемом. Ладно. Всю сторонку. Кстати, да, это не запасные детали. Это у меня, в общем, есть дубликат этого набора. Вот. А так, нет, не дают запасные детали. И, собственно, это сама машинка. Вот. Оцените, сколько тут наклеек. И я, честно, вот, вроде бы... Стоп. 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 Я сейчас что-то заметил. Я думаю, что не так. Кажется, я перепутал эти детали по сторонам. Сейчас проверю. Да, точно. Перепутал. Я же думаю, что не так. А ну-ка, надо свериться. Да. Теперь правильно. А вот. Короче, все наклейки, кроме вот этого и вот этого. Постройка очень интересная. В том плане, что тут, ну, такие, казалось бы... Ну, такое применяют, что... Я думаю, в обычных наборах Лего не встретишь. Смотрите, как здесь они придумали. Вот так вот, да. А тут, смотрите... Ага. А тут, смотрите. Вот так вот. И тут такое. Вот. Здесь вообще... Смотрите, это шкапот. И он под углом. Он под углом. И вот как это выглядит внутри. То есть... Ну, там держится. И буквально немножечко... Точнее, под небольшим углом. Тут вот такая деталь. И здесь вот так вот бампер вообще по-необычному сделан. Но он работает. Он работает. Ну, в том плане, что красиво выглядит. Правда, мне нравится вот как оно... Если так смотреть, то здесь оно немножко виднеется. Ну, это, в принципе, позволимо. Позволимо. Вот. Новое его дно. Ага. И салон. То есть у нас типа два сидения. Руль. Коробка передач. И ручник. Ну, и отверстие, через которое видно дно. Оно вообще компактно. Нету никаких тут тархометров. Ничего спидометра. Ничего нету. Никаких панелей. Ну, и ладно. Вот. Тут, ну, главное, что есть руль. Вот такой вот. Коробка передач. Спасибо, что добавили еще вот такую деталь. Вот, в принципе, так тоже пойдет. И как он себя чувствует внутри машины. Во. Вроде бы уютно. Кстати, да. Вот это тоже такая уникальная деталь. Я говорил в наборе с Бэтмобилем. Да. Вот. Тоже это. Вот эта деталь. Все вот эти вот. Детали, к которым соединяются колеса. Вот эти вот детали. Это базовая пластина. Это все новые детали, которые пошли сначала перед запуском с 20-го года. А вот. Итак, подводим итоги. Я советую этот набор. Он мне нравится. Единственное, что, возможно, у вас уже не получится его так просто достать. Ведь он выпускался 3 года назад. Уже не производится. В некотором смысле уже редкость. Если у вас получится найти по нормальной цене, это сколько? Ну, долларов 20 где-то, да? То можно брать. Вот. Скажем так, вообще вот все спи-чемпионсы, которые пошли с 20-го года, с перезапуска, это вот в основном это 10 из 10, ну или там 9 из 10 бывают. Конечно, спорные моменты там с некоторыми машинами, но в основном это всегда беспроигрышно и великолепно. Как видите, эта модель получилась идеальная. По крайней мере, я так считаю. И я ставлю S. Вот. Вообще безоговорочно это S. И у меня все. Всех благодарю за просмотр. До скорого и слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok